Павловил Васильевич привел своих деток сюда, и, значит, детки умные, усуют, но они, значит, Дети должны говорить, хотят, руководить, замечательные художники, вот, и, значит, задают вопросы. Я считаю, что дети должны делать две вещи. Учиться любить Отечество, изучать русскую историю, но только не по бредовому учебнику. И второе, дети должны изучать отражающие детки, нарисовать папу, маму, все. А Владимир Васильевич, читая эту Библию, вначале было слово, трехлетние дети начинают самовыражаться. В пяти семей. В пяти семей. Я считаю, что вначале было слово, даже Микеланджело не нарисовал, это очень трудно. Значит, деткам, дай бог, нарисовать яблочко, гипс, маму. А что касается, если мы тут собрались, такой славный, и случайно встретились. Это тоже сказка какая-то, древних понятий, да? Вот вопросы. Я даю вопросы. Замечательные художники. Хорошо, вот это хороший художник. Итак, кто вы, скажите мне? Сразу. Вот я с детьми так говорю, кто ты? Отвечаю дальше. Первый, кто ты? Сразу отвечаете. Только быстрее. То, что как вы окажете, так и говорите. Вы говорите, что то, что истинно, вы никогда не лжете. Лжь, это когда человек лжет, обманывает. Ученица, так, значит, а кто такая есть? Кто ты? Как вот существо, кто ты? Ученица, можно сразу учиться, сейчас приходи. Не стесняйтесь. Чему учиться? Не стесняйтесь. Если чему учишься, тогда, вот можно играть дальше. Как вот существо, кто ты? Ученица, можно сразу учиться, сейчас приходи. Не стесняйтесь. Чему учиться? Не стесняйтесь. Если чему учишься, тогда, вот можно играть дальше. Чему учишься, тогда, вот можно играть дальше. Вы, свободно. Чему учишься? Но я хотел другой направление. Да что хотите, страшно. Нет, здесь можно направления давать разные. Но мы через минуту идем. Итак, кто такая сама? Кто ты? Животное существо, человек, мужчина, женщина, женщина или мужчина, девушка? Кто? Что такое человек, что такое женщина? Вот ты женщина, да? Вы женщина. Что такое женщина? Скажите быстро. Вы же уже сколько лет вам? Сколько лет? 17 лет. 17 лет, это каждом году сколько часов, времени и так далее. Вы размышляли, размышляли, потому что вы человек, правильно? Вы должны думать, что такое человек, что такое женщина. Скажем, мышка, которая считает, что она кошка, а кошки ее съедят. Женщина должна знать, что такое женщина, мужчина должна знать, что такое женщина. Что такое женщина? Быстро. Сразу время идет. Она, она, я у нее. Не вопрос, потом второй. Вопрос. Что такое женщина? Очень достойный человек. Достойный человек. Ну, чем отличается женщина от мужчины? От бородой, что ли? Разумом. А, значит, мужчина глупее или разумом? Немножко поразмее. Хорошо, давайте параллельно сразу, скажите, что? Вечер – это чувства. А мужчина? Мужчина – это разум. Почему? Размышляйте. Потому что разум – это он управляет. Я слышал, да? Идите, поднимите. Идите, поднимите. Она более болезненькая. Она не поднимает. Это только будет чувство, а мужчина должен работать. Мне пять лет. А ты руку поднимай. Так, ну говори. Женщина – чувство. Должна сидеть за семьёй, за семьёй, чувствовать любовь. А мужчина разум – он должен работать, он должен помогать. Женщина – это форма. Она украшается. Все, все, давайте по-моему. Каждый по-своему, как понимаете, так говорите. Смело, вы правду. Я исполняюсь уважением. Хорошо, у меня будет хорошо. Работать не видно. Дополняю вам. Я больше думаю об одной вещи. Нежели женщина. Вот если горячая, то мужчина будет думать, почему горячая. А женщина сразу уже почувствует, что это горячая. Поэтому мужчина тоже развивается. А почему? Почему женщина чувствует так, а мужчина не так чувствует? Как вы думаете? Первый вопрос. Идите. Все, кто-нибудь... Помогайте. Как вы думаете, почему женщина чувствует, а мужчина так не чувствует? Давайте, у нас такой философский такой урок. Только быстрее. Почему? Ну почему та тонкая душа? Почему тонкая душа? А? Мужчина и женщина. И они по-разному чувствуют, чтобы потом... Хору мне надо. Раз, два, два. Главное, что я никогда не учу. А вот не чувствую. Главное, мне кажется, зависит не от пола, а от самого человека. От его души, от его разума. От его принципов. А разделение женщин и женщин это не основа разности. То есть получается... Хорошо. А вот художник про художника у нас был вопрос в самом начале. Давайте и закончим. Вот мы говорили, что художник. Ну художник, мы хотели сказать... Вот у детей мы хотели спрашивать. Гениальный художник и бездарный? Понятно. Это гениальный художник. А что такое бездарный? И что такое художник, и что такое гений и бездарный? Почему отличается гениальный художник от бездарного? Вопрос. Кто ответит? А дети хотят? Так, ну вы что ничего не думаете? Гениальный художник имеет свою идею. Имеет свои чувства. Имеет возможность и способности выразить это, донести это до других и сделать то, что волнует его значимым для всех. выразить свою душу и вложить свои идеи в душу другого человека и преобразовать таким образом его душу это просто добавляю, это не смысл, что я принимаю полностью, что вы дети прекрасно а еще добавить надо а вот дети, девушка, давайте сейчас дети еще, ребята с хотят с вами вопрос, итак, вы говорите, что чем отличается женщина от мужчины, как вы понимаете вот она говорит, что мужчина и женщина, разницы никакой нет, одно и то же в чем, в чем правильно, друг друга дополняют, вот как сознание-подсознание или как это что, как сознание-подсознание а мужчина не любовник, расставник, урод да, да, нет, правильно